Приветствую вас. Реакция у человека такая, какая она есть, потому что ему невыносима мысль, что, во-первых, вы можете жить счастливо без человека, без него. Это первое. И второе, это то, что у него есть возможный конкурент. Ну, в лице кого-то, с кем вы можете встречаться. Это второй момент. Но. Ладно, немножечко другое. Я не могу с вами согласиться в том, что ваш молодой человек нарцисс, потому что нужно увидеть его. То, что вы его окрестили нарциссом, для меня мало что значит. И мало о чем говорит. Но. Если исходить из того, что вы уверены в том, что молодой человек нарцисс, возникает вопрос, зачем вы с ним? Если он нарцисс, то есть человек, который унижает других, считая себя лучше всех, то кто вы? И какое у вас в таком случае представление о себе, если вы можете и хотите, судя по всему, быть в отношениях к нарциссам? И вот при подобном раскладе, мне, честно говоря, весьма с трудом представляется что-то иное, кроме созависимых отношений между вами и молодым человеком. Вы созависимы. Потому что, зная, что вы подпитываете его, все равно продолжаете это делать. Дальше вы пишете, что столько на него истратило ресурсов, времени и так далее. Зачем вы это делали? Зачем вы это делали? Есть ощущение, что сейчас вы считаетесь с ним. Что вы требуете возмездия за то, что вы делали. Что вы требуете возмещения за то, что вы для него делали. Но, мягко говоря, это немного не та позиция, которая может вам помочь. Понимаете? И в первую очередь здесь нужно работать именно с созависимостью вам. Именно с созависимостью, оборудование, с вами. Вот. То есть это то, что вы вступили в такие отношения, выбрали такого человека себе в партнера. Несмотря на то, что он вами откровенно манипулирует. Вот. И так далее. Итак. Вы пишете. Я ему грубо соврала. Для него это была достаточно причина, что будет. Ну, эээ. Вообще, да. Ну, это не только для марцизов. Это для достаточно большого количества людей. Эээ. Эээ. Уважительная, скажем так, причина, что будет. Эээ. Эээ. Ложь. Потому что. Эээ. 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 Ну, не считает доверию. Эээ. 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 Убивает доверие. И. Эээ. Я могу только. Спросить у вас. Ээээ. Эээ... По какой причине вы. Эээ. Собственно, говоря, враги. То есть вообще, ложь, она как правило связано с чувством стыда, то есть вы чего-то стыдитесь и, соответственно, делаете то, чего стыдитесь. Вот. И здесь получается в какой-то степени конфликтная ситуация, когда с одной стороны человек, то есть вы чего-то стыдитесь, то есть условно говоря он себе запрещает что-то, а с другой стороны человек этого же самого хочет. И это противоречие оно крайне негативно влияет на человека, потому что в определенной степени благодаря такому подходу личность может чувствовать себя достаточно неуверенно в себе. личность может испытывать определенные проблемы с продвижением своей позиции, ну, в отношениях, то есть с защитой своей позиции, с отстаиванием своей позиции, к сожалению или к счастью, но это вот так. Проблема она в этом заключается. Поэтому, используя ложь, вы, в общем-то, действуете себе вот во вред, к моему большому сожалению. Вот. Дальше идем. Вы пишете. Слава, для него достаточно причины, чтобы уйти. Ну, этот человек принципиальный. Самый настоящий нацист. Ну, с чего вы взяли. Всем прекрасно понимаем и знаем характеристики этих людей. Знаем и понимаем. Если это действительно он. А зачем вы с таким человеком в отношениях? Мы это знаем. И понимаем. А вы зачем? С ним в отношениях. То есть, не кажется ли вам, что, грубо говоря, вот ваша фраза о том, что мы все знаем и понимаем характеристики этих людей, ну, вот, в какой-то степени звучит, как рационализация. Вот. Потому что знаем и понимаем, но все равно с ним. Да? Вот. Такая, ну, только тогда от того, что мы знаем и понимаем все черты и характеристики, как вы говорите, этих людей. Только тогда, только тогда какой. То есть, какой пробка от того, что мы знаем и понимаем все от этих людей. Ну, вот. То есть, честно говоря, для меня здесь все выглядит как, ну, вот, в какой-то степени самообман. Вот. Вы уж меня извините, но выглядит все это именно так. Дальше. Следующее. О чем хочу вам сказать. Через пару дней извинилась, объяснила, почему не досказала, так как боялась его реакции. Ну, я бы сказал, что если вы боялись его реакции, то это уже ваш собственный процесс, ваша собственная реакция. Вот. И нужно смотреть на то, с чем это связано. То есть, с чем связано то, что вы именно боитесь. Вот. Его реакция. Как бы логичный вопрос возникает. Ну, вы если реакции человека боитесь, то не делайте того, что ему не нравится. Если вам хочется делать то, что ему не нравится, то, может быть, в таком случае, не слишком-то сильно вы друг другу подходите. Да? То есть, вот. То есть, вот. В чем здесь суть проблемы вашей. Ну, вот. Понимаете, какая история? То есть, то есть, вы себя, себя, сами, ставите в, ну, вот, в такое, я бы сказал, несколько жертвенное поведение. Да? Понимаете? В жертвенную позицию вы сопоставите. Не поведение, а жертвенную позицию. Вот. Вы сопоставите в жертвенную позицию. А с тем, что делать вещи заранее, которые заранее, ну, вот, могут не нравиться вашему партнеру. Вот. И, на мой взгляд, у этого должны быть причины. Вот. Причины вам вести себя подобным образом. Вот. Чтобы не было подобных противоречий у вас нужно. Вот. А то, сперва вы, получается, к себе не прислушиваетесь, делаете что-то, что вам хочется, ну, что не нравится партнеру. Вот. Потом вы его обманываете, а потом изменяете. Вот. Это же, вот, ну, несложно догадаться, да, несложно увидеть, что вы здесь очень сильно отклоняетесь от себя. Ну, вот, несложно догадаться, несложно увидеть, что вы здесь, как бы, ну, отдаляетесь от себя, уходит от своих желаний, уходит от своих, от своей позиции в целом. Вот. И, соответственно, да, конечно, в таком случае будут трудности, будут определенные ссоры, конфликты и так далее. Ну, в первую очередь, это ваш конфликт. Дальше. Так, на что меня проигнорировали, я еще пытался взять. Зачем? Конечно, я понимаю, что в таком случае его эго подпитывается, я отступил. Опять, понимаете, ну, и что, что вам дает понимание? В целом, если я выложил обходу со сети, девушка сидит в машине с телефоном спиной. После появился статус, тут говорить не надо, к чему все это так. Ну, молодой человек ревновит, а так блага. Я для человека столько ресурсов своих тратил, а зачем? Но, внимание, мы тренили на это, за счет для появления этого человека снова, а зачем? Если он нарцисс, если вы знаете, что надо, зачем? Я везде заблокировала, но он такой, чтобы просто приехать ко мне домой и начать личные отношения. Вы, я думаю, хотите, Анна, чтобы он так сделал. А, помните, у нас, помните, у Жена Лера сходнул данный, но полтора месяца, когда он увидел, что я начала приходить, себя оставить, он объявился. Правда, в тот момент поплава, я его стрессовую за заделами, решил вернуться, а тут ушел он. Ладно, как я и сказал, у вас созависимые отношения, ваш молодой человек, скорее всего, никуда не уйдет, но с ним вы будете не счастливы. Поэтому, в первую очередь, это работа созависимости. Вот, вы почитайте, решите что-то такого, а дальше уже решите за себя, хотите поработать или нет. На этом все, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...